Кроликовод Человоды, чем был обусловлен И как так получилось Обусловлен был тем Этот путь, выбор Что пришло время все-таки 62 года, 63 шел Или 63 уже было Тяжело ездить в Москву Возить кроликов Там 200-300 кг в неделю Обратно везти комбикорм Просидел в спину Стало тяжело работать Рабочих помощников нету Вдвоем с женой Даже жена похудела ужасно Изъездила, как говорят Сейчас хоть отошла маленечко И приняли решение заниматься пчелами Изучал этот вопрос Все мы продали До единой минифермы Продали к этому Еще десяток новых ферм было Не продано, миниферм Площадку спланировали И поставили на этом месте Пасеку На 57 Ну здесь Алексей Алексеевич, секундочку Я знаю, что вы человек очень скрупулезный Зная вашу книгу Про кролиководство К пчелам вы подошли именно так же? То есть вы не то, что вот Ах, давайте я сегодня заканчиваю с кроликами Мне тяжело и займусь пчелами То есть вот Это зрело долго? Это зрело долго Долее, чем кроликов Понятно Это зрело очень долго Перечитано много всего похожей литературы Всяких технологий Всего прочего Но в любом деле Когда начинаешь что-либо делать Думаешь так А фактически чуть-чуть по-другому Но не надо этого бояться Теряться при этом Надо как-то подстраиваться Искать какие-то новые пути Сразу за один год, за два года Вместе с матководством Все это дело не научиться Ну как везде должен быть опыт Понятно вернее Но здесь такие какие-то тонкости В которых пытаешься, пытаешься Вроде уже понял Тут раз какие-то Просто нормальные Вот работники в детском хозяйстве Они больше там к животным Но пчела тоже Понятно, да Пчеловодство это такая Отдельная каста на самом деле Это я уже давно понял Вот Поэтому на самом деле Мне-то это очень интересно Попытаться разобраться И последить за вашим опытом На самом деле А у вас вот до этого Был какой-то опыт пчелой? То есть У соседа были пчелы Ну то есть они вас кусали? Ну там были ужасно злые пчелы Ужасно злые И я знал, что К пчеле Вот пчела садится Лучше не дергаться Пускай ползает Все прочее Только не шлепай Или шлепай Сразу убивай Чтобы она не успела Вот допустим Летит пчела Она сытая Ну-ка несет взяток Если она тебя стукнула Она тебя не сможет укусить Чтобы укусить Она должна согнуться Раз она наполнена Для этого и дымят Подымили Они сразу бросаются Набивают зобики Зобик набила Быстро она набила Накачала На случай пожара А согнуться никак А я думал Их пугают Или там Глаза застилают От дыма Или еще что А вот она Пчелы Которые Не кусаются Не жалят Практически И вот сейчас В той же самой Америке В Германии В городах держат пчел На крышах Ставят уех Алексей Алексеевич Еще вот скажите Бизнес-то здесь в чем? Продаем мед Сколько качаем его? Первый год Я накачал тонну меда Первый год Прошлый год меньше А почему? Почему-то Либо не пошло Либо опыта мало Но мне Не хочется Именно Стараться За всех сил Получить мед Мне надо Отработать Найти технологию Путь Чтобы получить Много меда И чтобы уже Сдавать оптом Мне вот это хочется Если я буду там Каждую капельку Все выгадывать Не получится Есть такие пути Вот допустим Тоже самое Цебра Получает Что такое Цебра? Цебро Цебро Владимир Петрович А это фамилия Извиняюсь Это пасечник Или пчеловод Сапского Он какой-то даже профессор Сельскохозяйственной академии Что ли Но он уже как бы сказать Не преподавал А просто его туда Кафедру пчеловодства Открыли Его как-то зачислили Профессор По-моему Вот так До конца я не знаю Но он получал До 195 килограмм На зимовалую семью Это серьезно Это серьезно Это что значит? Меда Я понял Разработал технологию На зимовалую семью Семья перезимовала Так Он от нее сделал Три отводка Три матки Да Добавил матки Маток Ага Получил три отводка Три семьи Так Не две А три семьи Так Я понял Все соединил В один улей В определенный момент Эта улей работает Как реактивный самолет Таскают мед Результат Осенью итоги подвел 195 килограмм Вот с одного Такого тройного улей Да Один улей зимовал И он опять Зимовку пошел Одна семья зимовать Одним улем Да Но ульи у него Совершенно дорогие Большие Большие Там разные рамочки Применяются Сложные улей Может быть и стоит На это идти Если он обслуживал Как он говорит Один Но может помощники Были Стоили 150 семей Или по 200 килограмм Это много 20-30 Это много Это очень много Это много То он мед продавал Не на рынке Сдавал обществом опыту Ну понятно И хватало Понятно Еще вопросик Вот Если кроличьи клетки Цветкова Все знают Будут ли какие-то Улей Цветкова Или какая-то Технология содержания Цветкова Возможно будет Технология А улей Улей Как бы сказать Поливода Михаила А какая разница Чей улей Он мне понравился Я вот сейчас В отличие от клеток Продумал Что этот улей Можно скомплектовать В маленькую коробочку Это как? Это как? Вот допустим Корпус Если его правильно Точно изготовишь Засверлишь Все дырочки На детали Его очень легко Собрать Как детский конструктор Заказал Алексей Евгеньевич Мне десяток Ульев Я его изготовил В маленькие коробочки Собрал И отправил В Екатеринбург Да Хорошая тема Хорошая тема Продолжение следует... Продолжение следует...